Узнаёте, друзья? Вы там держитесь. Приближается Рождество, друзья. Волшебный праздник. Пожалуй, один из самых любимых для всех. И, в общем, в эту сказку, наверное, не только дети любят, но и взрослые тоже. Особенно любят посещать англичане вот этот шикарный, самый красивый магазин Бизи Би, который украшается каждый год по-разному. Который удивляет и радует и взрослых, и детей каждый год. Вот. Посмотрите, здесь ведь и детей-то я не вижу, а взрослые рады. И все снимают на видео. Все очень счастливы увидеть такую красоту. Так же, как и я, так же, как и все мы с вами. Я приехала в любимый магазин Бизи Би, свой. Я еле нашла парковку. Уже вовсю. Все убранство к Рождеству здесь. Уж насколько тут они красиво все украшают, я не представляю. Каждый год я здесь бываю на Рождество, и каждый год у них что-то новое. Просто огромная елка. Музыка звучит отовсюду на Christmas time. Здесь тоже Деды Морозы. В какой-то новой уже атмосфере. Едут на великолепных оленях. Ой, какая красота. Меня давно спрашивают по поводу вот этих вот пудингов рождественских. Вот я нашла... Смотри, Тань, переверни. Как он называется и сколько он стоит? Фрюккейк. Не-не-не. Вот этот. Видите, как он выглядит? Вот он очень тяжелый. Вот, наверное, вот малюсенький этот вот пакетик. Он весит на нас полкило, да? Не знаю, полкило. 400 грамм. О, видите. А вот он такой совсем малюсенький. Ага. Вот такой же точно, только уже круглый Christmas cake. Вот он выглядит точно так же. Это все называется, знаете, как... I said fruit cake bar. То есть фруктовый. Вот очень он популярный. Именно на Christmas. Их здесь очень много. Ну, сейчас покажу еще. Вот видите. Они выглядят все по-разному. Но этот совсем так простенько упакован. Тоже очень тяжелый. Rich round fruit cake. Вот написано. Цена его. Вот. Он очень сладкий. Он очень насыщенный. Это именно вот такие вот пудинги. И вот классическая такая вот версия. Классический на размер. Это тоже самое Christmas pudding. Вот видите на картинке, как он выглядит. Точно так же, как я вам показала те вот кейки. Он в такой пластмассовой упаковочке. Вот. И стоит он совсем недорого. 3,39. Видите, вот. А есть еще вот совсем малюсенькие. Вот они такие. Это одноразовые, как бы, да. На каждому человеку. Тоже Christmas pudding. И стоит он вообще 85 пи. 85 пи. Вот он. Есть вот такие средние величины. Небольшой, не маленький. Средненький такой. Ну, наверное, для пары. Стоит он фунт 79. Вот они. Состав у них такой. Там. Сейчас даже попробую найти вам состав. Вот здесь, если мы прочтем. Он 907 грамм. Килограммовый. Тоже тяжелый. И здесь написано. Богатый специями пудинг. В котором белое вино. Фрукты. Черри. Черри это вишня. И пропитанный ромом бренди и шери. Вот так. Это именно классические английские пудинги. Наверное, может быть, вы слышали. Знаете. Ну, вот. Знаете, что их можно. Какие хотите. Любые. И стоят они не так и дорого. Вот. А если большие, то где-то 4, 5, 6. Если маленькие, то 2. И до 2. Вот. Нашла еще такие вот упаковочки интересные. Смотрите. Написано. Christmas bread. Sweet golden Christmas bread. То есть сладкий, золотой. Довольно тоже популярно. Он бывает вот еще в таких вот упаковочках. Видите. Но это уже не английский. Это, по-моему, Италия. А эти вот Christmas пудинги, которые я вам показала, они, вы знаете, их сразу не съешь. Вот такой вот целиком, как мы, допустим, торт разрезаем и съедаем сразу. Нет, этот не съешь сразу. Это он очень насыщенный. И его так по чуть-чуть, наверное, вот я знаю, что муж мой очень любил. И он всегда кушал, прям вот совсем чуть-чуть отрезал себе тоненькую такую долечку. И он ее с чаем выпивал. И хорош тем этот вот пудинг, что он, из-за того, что он пропитан вот этими всеми бренди, ром, виски, он очень долго хранится. Нашла вам вот такую коробочку. Очень красивая. Даже завела специально для вас. Видите, здесь она как музыкальная шкатулка. Это коробочка, это здесь печенье, бискет английский. Ну, вы знаете, вот я купила, кстати, вот такой вот английский бискет, соблазнилась на эту красивую коробочку. И что вы думаете? Он стоит 8 фунтов. И абсолютно невкусное внутри. Это печенье. Ничего из себя не представляет. Ну, вот только за коробочку 8 фунтов. Ой, они там очень далеко. Осталось 2. Вот новый появился здесь портвейн. 40-летней выдержки. Видите, H. Какой-то Товни порта. И стоит он 35 фунтов. Вот цена вверху. Вот такая вот бутылочка. 20 градусов, 75 миллилитров. Красивая, но и цена у нее, конечно, уй-ой-ой. Это, по-моему, то ли испанская, то ли итальянская кьянти. Довольно популярная. 15 фунтов. Сегодня еще только конец ноября. Но уже все магазины начинают украшать елками. Почти все уже магазины в Англии украшены к Рождеству. Некоторые лучше, некоторые не очень красиво. Но, тем не менее, все стараются как-то украсить свой огромный магазин. Видимо-невидимо новогодних открыток. Открытки у них, ну, вот не знаю, дорого или нет. Видите, 20 маленьких таких вот открыточек. Это все-таки, видите, маленькие открыточки. Вот они. Но они с конвертиками. Вот такая упаковочка. Фунт 50. Вот. Вот такие уже большие упаковки. Открытки. Крисмос. Они также с конвертами. 10 штук. 2,50. Видите? Любые, какие хотите. Вот они вам, пожалуйста. 2,50. Даже вот такие вот похожие на нашего Деда Мороза. Открыточки. Очень тоже популярный товар, эти открытки. Их не посылают по почте. Их просто дарят друг другу в конвертах. И это очень популярно, вы знаете. Зависит от того, сколько у тебя друзей. Если ты получил множество открыток новогодних, значит, у тебя много друзей. Вот они это тоже чтят, вот это все. И все придерживаются. Пожалуй, что ни одна уважающая себя английская семья не позволит никогда себе вот не поздравить своих друзей, свою семью с Новым Годом. И не подписать открытку. Иногда в открытке, если это родители посылают детям, допустим, или внукам, иногда кладут туда небольшую денежку. 5-10 фунтов. Вот так. Это такие вот подарочные сумочки тоже. Их тут сколько хочешь. Тоже они все уже выставлены. Новогодние. Большие, маленькие. Видите, вот. Со всякими вот украшениями тоже. Ёлочки, иголочки. И оберточная бумага новогодняя. Это уже все для подарков. Под ёлку укладывают для детей. В одежде тоже, видите, вывесили. Такие вот блескучие платья. На какую-то новогоднюю вечеринку. Вот такие вот с блестками. А вот этот вот балдежный олень. Свитер с оленем. Вот сразу вспомнила. Помните, кто смотрел дневник Бриджит Джонс? Когда там ее друг к такому пришел в свитере. Она его обсмеяла. А здесь, в Англии, вот этих оленей очень любят. Украшения везде. Особенно на детских всяких вот таких вот свитерках. Скандинавские снежинки на свитере. Это уже, конечно, все конкретно к Новому году, к Рождеству. Пингвин. Вот опять замечательный олень. Он просто на любом фоне и любого вида. Прям такой популярный оказывается. Хотя вроде год мыши у нас в этом году. В 2020-м. Симпатичные такие свитерочки. Симпатичные. А для мальчиков вот такие. И опять же олень. Но только здесь еще Дед Мороз. Думала, что эти кофточки, такое барахло, что никто не берет. Нет, вот видите, берут люди. Берут люди, все метут, все покупают. Такие очереди на кассах, посмотрите. Ну, хотя, конечно, сегодня у нас суббота. Но все равно. Народу просто видимо-невидимо. Непривычно. Такое сегодня у меня получилось для вас. Видео. Немного намешало всего вместе. Еще, думаю, я вам много покажу других украшений, других красивых супермаркетов и магазинов. Merry Christmas. Еще целый месяц у нас до Рождества. Кстати, знаете, что вот такой единорог? Это символ лисского герба. Он на гербе Англии. А еще я узнала о том, что единорог олицетворяет богатство и достаток. Так что всем вам желаю в новом году с единорогом подружиться и жить в богатстве и в достатке. Англичане единорогов обожают. Это, наверное, просто такая символическая у них вот фигура. И дети, и взрослые очень любят. Вот поэтому они и живут хорошо. Но достатки всегда. Все очень просто, все очень просто. А мы и не знали. Так что покупайте единорога, и будет вам счастье. Игрушки можно встретить абсолютно разные. Вот еще и такие. Год 2020 это год мыши. Как вы знаете. Но вот что-то хожу, и мышу-то найти никак не получается. Новые колокольчики появились здесь. Я обошла практически весь магазин. Я мышу не нашла, друзья. Думала, что это мыша бросилась. Но нет, это не мыша опять. Это какая-то лошадка. Вы знаете, я сейчас вам объясню, почему здесь нет мышек. Как я уже много раз подчеркивала, англичане же, они очень консервативны. И поэтому они вот то, что у них заведено, вот олени, да, они предпочитают вот единороги. Вот они все это предпочитают. А так чужое не хотят они. Так же, как и Макдональдс. Он же ведь не прижился в Англии. Посмотрите, какая женщина-снегурочка просто пожила. И в таком белом красивом наряде. Это же просто с ума сойти. Так что вот так, друзья. Не любят они этой чужой культуры. И даже Хэллоуин. Празднуют молодежь, конечно, сейчас английская. А вот пожилые англичане, они фи-фи, они фыркают на это все. И никогда не празднуют ни Хэллоуин, ни Валентина в день. И вот эти все мыши китайские им тоже не нужны. Они не хотят засорять свою культуру. Традиции чтят только английские. Я не комментирую все эти дела. Это каждая страна, наверное, индивидуальна в этом плане. Не знаю, хорошо это или плохо. Но вот просто они такие англичане. Не похожи ни на кого другого в Европе. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Мое видео в первый день по приезду в Англии. Я вам немножко показала. Всего вам доброго. Увидимся. У нас все еще впереди. Пока-пока.